Девушки отдыхают 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 долго. Их надо оттуда убирать, иначе у них нет чувства меры. Если они съедают много травы и переедают ее, то они взрываются. Им необходима мера, которую определяет пастух. И поэтому, может быть, тебе хочется остаться в зоне комфорта, а Господь тебе сегодня говорит, выходи. Выходи, потому что это будет для тебя благом, но опасностью как раз будет зона комфорта. Насколько вы знаете или нет, но люди большее число по статистике умирают на собственных кроватях. Но почему-то никто не боится туда ложиться. Я хочу благословить вас и себя в этот день быть людьми, открытыми для нового. И быть теми, кто принимает пастырство от Господа. Если Господь твой пастырь, то Он поведет тебя туда, куда, может быть, ты не собирался идти. А Он готов с тобой пройти эту дорогу и чему-то научить, что-то показать, что-то привести в твою жизнь новое и неожиданное. Когда-то у одного друга, который был артистом, очень известным человеком, исполнялся юбилей, и он пригласил своего школьного друга, который был пастырем, и всю свою жизнь он отдал людям в селе. А этот известный, знаменитый человек, который сегодня уже был в ауре славы, и чтобы почтить своего друга, школьного, артист на своем юбилее исполнил Псалом 22. Произнес его, спел или сказал его именно так, чтобы показать, какой он артист и какая у него способность и мастерство отточенное. Все захлопали ему, но в результате, когда он сел, наступило время поздравления, и встает пастыр и прочитывает тоже Псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И как он только его закончил, гробовая тишина. И не потому, что люди не могли, так скажем, его отблагодарить за это прочтение, а потому, что они были лишены слов, так как это превосходило то, что сделал только что мастер-артист. Тогда встал юбиляр и говорит, я знаю Псалом, а он знает пастыря. Я хочу вместе с вами сейчас помолиться о том, чтобы нам знать пастыря, потому что тогда действительно мы будем идти туда, куда мы раньше не ходили. Небесный Отец, я молюсь тебе сейчас об этом новом дне для каждого человека, потому что этот день, опять же, день возможностей. И я хочу сказать, Господь, ты пастырь мой, будь пастырем каждому, кто сейчас является свидетелем этого слова. Я благодарю тебя, что у нас есть такая уникальная возможность сказать сегодня, будьте благословенны в этом дне от твоего имени, от имени пастыря. Я благодарю тебя, Господь, что даже тогда, когда много врагов, а ты накрываешь еще большую трапезу, накрой ее, накрой ее ввиду врагов, потому что у тебя это власть готовить пищу, у тебя это власть накрывать стол, у тебя это власть кормить тех, кто в тебе нуждается. И пусть ни одна овца не погибнет та, которую ты нам доверил и в этом дне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.